МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старый Бобруйск имеет свой собственный характер и атмосферу. Прогулка по улицам старого города принесет вам немало впечатлений. Это не просто место, это вдохновение. Живое воплощение истории. Здесь можно увидеть здание с красивыми фасадами, украшенными колоннами, лепниной и другими декоративными элементами. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу Старый город. И я приглашаю вас совершить небольшой променад по его улицам. Улица Муравьевская, ныне социалистическая, 48. Бывший дом Лейбы Лившица. В конце 19 века на этом месте располагались деревянные строения, в которых располагались торговые лавки купца второй гильдии Янкеля Лившица, который торговал алкогольными напитками. В основном это были виноградные вины. А еще во дворе находились складские помещения с товарами и еще один жилой дом. Да, к слову, те помещения, которые выходили на центральную улицу, хозяин сдавал в аренду. В начале 20 века здесь располагается табачный магазин Лейзера Корона и мануфактурный магазин на рейсе Блуцик. Однако после опустошительного пожара 1902 года городская дума запрещает здесь строить в районе рыночной площади деревянные дома. И в соответствии с ее предписаниями Янкель Лившиц строит новый каменный дом. 19 апреля 1902 года в пятницу в 10 часов утра случился большой пожар. Искры, которые вылетали и сыпались из топки паровоза на железнодорожной станции Березина, ветром были занесены на крышу сарая вблизи станции. Через несколько минут все старые дома были в пламени. Огонь распространялся на дома рядом со станцией и оттуда по городу. Пожарные не могли охватить большую площадь пожара и вынуждены были отступить, оставив свой инвентарь огню. И он без помехи понесся с дома на дом, с улицы на улицу и за пять часов охватил большую часть города. Особенно сильно пострадала центральная его часть, которая была населена евреями. Около тысячи домов, в которых проживало 2500 семей, сгорели. Среди них 650 малых предприятий, весь рынок, много банков, также все здания общественных учреждений, благотворительных организаций, еврейская больница, городская библиотека, дешевая кухня и так далее. Сгорели 15 синагог и домов учения с их почти сотней свитков Торы. Сгоревшее имущество, в основном незастрахованное, было оценено в 7 миллионов рублей. Сразу после пожара был создан комитет помощи погорельцам, которую возглавил руководитель дворянства Калагривов. Пожар 1902 года уничтожил старый город, но благодаря ему возник новый, более красивый. В самом начале 1910-х годов все недвижимое имущество переходит от Янкеля к его сыну Лейбе. И в магазине Лейбе Левшица громадный выбор иностранных и русских вин самых солидных фирм. В большом выборе представлены коньяки, ром, ликеры, шампанское, а также испанские вины. Всегда на складе имелись минеральные и ягодные воды известных солидных московских производителей. Пиво сорта «Портер» известных русских фирм. «Портер» — это темное пиво, которое было впервые сварено в Англии в XVIII веке. Оно получило свое название в честь портовых работников, которые обычно пили его. «Портер» отличается от других сортов темного пива, включая «стаут» своим вкусом и ароматом. «Лагер» и «стаут» — это два разных вида пива с существенными различиями в рецептуре, вкусе, аромате и производственных методах. Вот некоторые отличия между «лагером» и «стаутом». Тип солода. Для производства лагера используют светлый солод, тогда как для «стаута» используют темный. Над входом в магазин висела вывеска «Ренсковый погреб». Так называли алкогольные магазины, где распитие напитков не предусматривалось. Торговля осуществлялась только на вынос. По желанию клиентов, заказы доставлялись и на дом. Поначалу такие магазины торговали только импортным алкоголем. Отсюда название «Ренсковый». По соседству с «Ренсковым погребом» в этом же доме находился и аптекарский магазин «Менделя Соркина», который арендовало это помещение дольше всех. Торговля аптекарскими и парфюмерными товарами на Бобруйском Невском проспекте шла довольно успешно. Владелец магазина смог дать своим детям хорошее образование в столичных университетах. Хотя дело тут не только в деньгах. Дети оказались талантливыми. Старший сын Менделя Соркина будет учиться и жить в Петрограде. Станет поэтом и переводчиком. И в русскую литературу 1920-х годов он войдет под именем Григорий Сорокин. А младший сын Менделя, Виктор, будет жить в Москве, учиться в МГУ и станет авиационным инженером. После окончания Великой Отечественной войны он будет награжден орденом Ленина. И в списке среди награжденных высокими наградами он будет фигурировать вместе с такими именами, как Лавочкин и Ильюшин. А вот дети Лейбы Лившица будут учиться в Москве. Если честно, все они там и останутся. После установления советской власти Ренский погреб будет закрыт. Выдавать вина можно будет только с разрешения отдела здравоохранения Бобруйского рифкома. И то только по установленным и твердым ценам. Недвижимость хозяев будет национализирована. Лейба Лившиц покидает город и уезжает в Москву. Между тем, бывший дом Лейбы Лившица, расположенный сегодня по адресу Социалистическая, 48, недавно вошел в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь в комплексе зданий исторического центра Бобруйска. И это несмотря на то, что в начале 21 века полностью были переделаны оконные, дверные проемы и утрачен декор здания. И немногие знают, что в начале 20 века дом, в котором находился Ренсковый погреб, также аптекарские и другие магазины, был одноэтажным. А надстройка была произведена в 1920-х годах. И это указано в паспорте БТИ здания, которое числится 1927 годом. Старый город интересен своими неповторимыми домами. Они его душа и хранят в себе память о тех, кто был рожден и жил в них. Память о человеческих судьбах, о счастье и любви, о боли, об одиночестве и скуке. Все помнят стены этих домов. Каждая судьба оставляла на них свои отпечатки. И со временем дома обрели души. Это мой город, я в нем родился, поэтому его люблю. Бобрусихий, уютный город, я его очень люблю. Люблю его архитектуру и социалистическую улицу, по которой можно прогуливаться вечером. Чистый, аккуратный город, хорошие люди, веселые, культурные. Зайдешь в автобус, уступают всегда места. Много разных здесь и архитектур, и разных клубов, мероприятия разные здесь. Вот зеленый город. Бобрусик красивый, мне нравится. Надеюсь, он продолжит быть таким и даже лучше. Внешний облик старого города постепенно обновляется. Бобруйский краеведческий музей проводит масштабную исследовательскую работу для демонстрации туристического потенциала города на Березине. В планах – разработка специального экскурсионного маршрута по его историческому центру. Мобильного приложения и QR-коды. Они помогут гостям города сориентироваться в потоке информации о каждом доме, который пронизан историко-культурной ценностью. Уважаемые друзья, если вы устали от привычного маршрута «Дом-работа-дом», то программа «Старый город» приглашает вас каждый понедельник совершить необычную прогулку. Мы очень постараемся буквально за несколько минут рассказать вам о нашем старом городе. Он точно хранит еще для вас пару нерассказанных легенд и нераскрытых тайн.